На самом деле, хотелось бы начать с самого главного вопроса. Как, с вашей точки зрения, изменится футбол после пандемии? Потому что чемпионат Европы перенесел на 2021 год, клубы тестируются потихоньку, начинают тренировки, но все-таки это не то, что было раньше. Чемпионат Германии, как говорят, вернется на дистанцию 16 мая, Италии 13 июня. Вот что привнесет футбол? Патрифанин вернулся 16 мая, было вчера. Да, да. Вот что привнесет футбол первого в истории полугодичный перерыв? Потому что мы же таких прецедентов не помним, на самом деле. Что, с вашей точки зрения, поменяется? Ну, а чего же не помним? Мы помним, например, то, как футбол прервался на время Второй мировой войны. И я бы сказал, что тогда, наверное, можно было ожидать несколько больших последствий, потому что все-таки люди не пережидали какую-то общую беду, а воевали друг с другом. И не прошло и сколько там, пяти лет, как в 50-м году, большое количество стран, я не очень точно сейчас помню, это была ли там Германия, но все поплыли в Бразилию, и там каким-то образом провели чемпионат мира по футболу. Я думаю, что это немножко привлеченное опасение, потому что, наверное, меняться будет бизнес, наверное, поменяются несколько цены, а скорее даже способы ведения сейчас всех трансферов, потому что денег, как таковых, особенно ни у кого нет, и, наверное, и не будет. Все будут присматриваться друг к другу, очень сложно представить себе, сколько сейчас реально стоят те или иные услуги. И, наверное, будет очень много обменов, сложных многофигурных обменов между клубами, обмена игроками. Ну, собственно говоря, как бартер в кризисные времена бывает в экономике часто. А в остальном, вы знаете, я думаю, что сейчас нужно будет привыкнуть ко многим вещам, но как только вернется нормальная жизнь, а она обязательно вернется, вот, соответственно, люди очень быстро вспомнят свои привычки, потому что это будет то, чего им не хватало. Экономика, безусловно, изменится. Возможно, кто-то обанкротится, возможно, кто-то рухнет. Но думаю, что это уже такие практические вопросы, то, что касается менеджмента. Ну и, кроме того, вообще это время возможностей, поскольку любой кризис – это время энергичных людей. – А знаете, поскольку говорят, что в эти 2-3 месяца очень многие задавали все вопросы, которых раньше не задавали, я вам хочу тоже задать этот вопрос. – Давайте. – В большой футбол, вообще в большой спорт пришли большие деньги, ну, где-то там, да, после Второй мировой войны. Мы же помним, как там в 73-м году Барселона купила Кройфа, и тогда миллион был огромные деньги. А потом эти цены начали расти. И вот теперь, когда все это случилось, там, пандемия, карантин и прочее, очень многие говорят, черт побери вообще, как мы живем? Мы игрокам в футбол платили какие-то безумные деньги ежемесячно за то, что они играют. Но мы не платили своим врачам, мы не платили своим ученым, мы не платили тому, кому, возможно, следовало бы платить. Вот что вы думаете, не перегрят ли этот рынок, в принципе, с точки зрения философской? Вообще, почему такие большие деньги? Ну, я к этому, я, честно говоря, не очень понимаю такие разговоры, потому что быть хорошим врачом, это означает быть хорошим работником индустрии. А быть хорошим футболистом, это означает быть штучным человеком, который работает в сфере шоу-бизнеса. Я не очень понимаю, зачем это нужно сравнивать. Значит, вообще, наверное, за последние лет 20, ну, я затрудняюсь, наверное, определить точнее, но, наверное, все, что было после Холодной войны, можно назвать, наверное, эпохой потребления в каком-то смысле. Во всяком случае, примерно в это время мы перестали говорить, что вот эта вещь куплена там-то, и я ношу ее 10 лет, и ей нет с носу. Это просто перестало быть хорошим тоном, а наоборот, каждый год-два желательно покупать новые вещи, потому что вещи не предназначены для того, чтобы их дольше носили, например, да? Вот, и многое другое. Так что в эту эпоху потребления, когда люди ведут заживочный образ жизни, у них, конечно, есть средства для того, чтобы развлекаться. И эти развлечения тоже конкурентны друг с другом. Это же конкурентный бизнес, понимаете? Я думаю, что мы должны думать не об устройстве общества, в первую очередь, о том, что футболисты получают какие-то немеренные деньги, а вот вирусологи нет. Ну, в конце концов, вы знаете, моя любимая шутка, я не знаю, у вас, наверное, сейчас не показываются российские каналы, но вот недавно Гарик Мартиросян сделал новое шоу, и он рассказывает там историю, по-моему, самой уморительной. Он говорит, мы тут на ТНТ как-то раз закрыли битву экстрасенсов. Была у нас такая программа, название которой полностью застает содержанию. То есть, экстрасенсы друг с другом выделяли, кто сильнее, кто и проницательнее. Он говорит, мы закрыли битву экстрасенсов, и вы знаете, что удивительно? Никто не пришел и не сказал, да, мы давно это знали, да, мы это предчувствовали. Все очень удивились. Поэтому сейчас, в общем, вирусолог, который бы догадался, что ситуация упущена, и надо этим всем заниматься, он бы, наверное, сорвал какой-то хороший банк. Но не сорвал так, и что же теперь спрашивается делать? Вообще, вы знаете, это вопрос, в первую очередь, государственный, наверное. Потому, что, вы знаете, медицина, страховая в особенности медицина, для тех, кто является флагманами индустрии, это весьма прибыльный бизнес. Медицина очень дорога. Никто в сегодняшнем мире не может позволить себе долго и тяжело болеть. Это иллюзия, что там где-то, допустим, не приведи Господь, онкология какая-то длительная, и кто-то возьмет на себя твои расходы. Это тебя должно очень сильно повезти. Ни одно государство этого не гарантирует. А с другой стороны, получается, вот такие вот беззащитные мыпи или какой-то серьезной напастью. Но я думаю, что это, в данном случае, отражение более серьезных проблем общества. В России это отражение очень простой проблемы, что, в общем, воруют у нас. Воруют очень много, давно. Те, кто это знает, голос был слишком слаб, и невозможно было что-либо поменять. А те, кому это по барабану, ну, прекрасно. Мы теперь все в одинаковом положении. Все лечимся у того небольшого количества врачей, которое у нас существует. Это вопрос приоритетов, которые общество само устанавливает. Понимаете? Есть профессии квалифицированные. Для того, чтобы их имя овладеть, нужно много времени потратить. Нужно хорошо учиться и долго. Чтобы получился врачий урок, ему нужно учиться не меньше 10 лет. Включая высшее образование, интернатуру, ординатуру и так далее. Кто же тебя попустит резать-то по-живому? Это все не то же самое, что, допустим, можно складить себе состояние на той или иной торговлюшке. Или прекрасном сисадминстве. Это никоим образом не ущемление. То есть, от тебя в медицинском деле нет. Поэтому это вопрос этих общественных приоритетов. Я не чувствую в данном случае своей вины или вины тех, кто получает много. Мне кажется, что это нормальное желание человека. Жадность и лень, как известно двигатели прогресса. Хочется работать поменьше, получать побольше. Так и забрели колесо, огнестрельное оружие, мельницу и все на свете. Понимаете? Вернемся к футболу. Однако, вот есть как бы два подхода. Один подход – это вливать много денег с самого начала в спортивные школы, воспитывать игроков и так далее. То есть, такая страна, как Бразилия, она там воспитывает своих детей с двух-трех лет. И они умеют играть в футбол. Есть другой подход – просто покупать хороших игроков, которых уже кто-то воспитал, и создавать звездные команды. Вот вам какой подход более близок? Это не разные подходы. Это всего лишь немножечко разные экономические модели. Если вам очень интересен нюансировка, я вам объясню, в чем здесь проблема существует. Дело в том, что далеко не во всех странах вообще выгодно заниматься образованием футболистов. Дело все в том, что вы не можете закрепить свои права на несовершеннолетнего игрока. Ну, по крайней мере, не с того момента, когда вы начинаете его образование. Это просто невозможно. Это все-таки преследуется, потому что труд несовершеннолетних. Понимаете? Поэтому, в общем, это довольно рискованная история. И нужно очень здорово хорошо понимать ситуацию, чтобы этим заниматься всерьез. Гораздо серьезнее и гораздо правильнее, с точки зрения бизнеса, заниматься скаутингом. То есть, находить способных футболистов и оценить их способности раньше, чем это сделают другие. Вот это, да, действительно приносит хороший стабильный доход. И в целом, во-первых, ни один клуб не занимается только чем-нибудь одним. А денег больше, конечно, скаутинг приносит. И это больше похоже на бизнес. Но, опять-таки, это вопрос во многом выбора. Вот в России, например, обучение в спортивных школах часто бывает бесплатным. Есть целая система государства спортивных школ. Но, вы знаете, это приводит к тому, что обучают людей, детей в футболу на государственные деньги. А потом каким-то образом их продают и оставляют деньги себе. Это же тоже, наверное, неправильно. Не знаю, какое здесь совершенство существует. Вообще, в развитии спорта и всего остального есть только одно реальное средство, которое работает всегда и везде. Это конкуренция. Свобода конкуренции. Здесь всегда понятно, кто лучше. Всегда понятно, какие у кого есть качества. Если они правильным образом развиты, то конкуренция. И демонстрируют тоже конкуренция. Вот на это и нужно делать ставку. Что на Украине, что в России. В том, что касается футбола. Я уже не знаю, там спорт высших достижений. Там другие особенности. Но все, что касается игровых видов спорта. Все это очень сильно выжжено под корень. В первую очередь разнообразными лимитами легионеров, так называемыми. Я просто не знаю точно, как сейчас это устроено в Киеве. Но в России на самом деле получается, что наличие у тебя российского паспорта уже гарантирует, что ты получишь хорошие деньги. Потому, что качественных футболистов мало. А клубов, которые на них претендуют, больше. И вот сейчас вроде как лимит изменили с одной стороны на более здоровый. А с другой стороны получается так, что российских футболистов немедленно требуется еще больше. Получается, что их услуги выросли в цене. Вот такой вот странный парадокс. Ну, вы знаете, ничего удивительного в этом нет. Я полагаю, что проблемы с управленцами в наших странах примерно одинаковые. Им важно понравиться людям, которые их назначили, а не тем, перед которыми они реально отвечают. То есть перед условными избирателями, клиентами, потребителями и так далее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!